В Нарьинмаре состоялся брифинг по теме рисков, связанных с коронавирусом и принимаемым мерам безопасности в регионе. Региональные СМИ задали вопросы специалистам здравоохранения, образования и Роспотребнадзора. Один из самых распространенных и тревожащих многих вопросов касался штрафов за отсутствие маски в общественном месте. Проверяют использование этих масок, чтобы они были правильно одеты. Проверяются они сотрудниками УВД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Они выходят, смотрят, проверяют, объясняют, как правильно их нужно использовать. На подбородке маска бесполезна, на ухе маска бесполезна, некоторые бывают тоже так делают. Маска должна закрывать нос и рот, только в этом случае считается, что маска надлежащим образом используется. В плане штрафов, статью КААП, если привести, 20.6.1, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, для физических лиц, для граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей штраф, для юридических лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Постановление выписывают органы, которые я назвал, а решение о размере штрафа принимает суд. То есть все эти постановления отправляются в суд, и суд принимает решение. В зависимости от степени вины, от злостности, повторяемости нарушения, сумма штрафа будет разниться. Данные меры будут приняты с 19 октября. Уже сейчас, согласно постановлению 12БГ, продавцы имеют право отказать в продаже товара или оказании услуг покупателям без маски. Поступило много вопросов и по поводу режима самоизоляции, который выбирают прилетевших с других регионов жители Ненецкого округа. Мы для себя сделали вывод, что гражданам нужен какой-то документ, подтверждающий, что с сегодняшнего дня их зарегистрировали, а они пойдут на самоизоляцию. Ну, в общем, выдавать какой-то документ будем. Но, по большому счету, также проездные билеты могут являться подтверждением того, что он сегодня прилетел, и, применяя норму 12БГ, работодатель, если умеет читать документы, то он поймет, что с этого момента у него 14 дней у его работника начинается самоизоляция. Он может компенсировать ему сдачу теста, если работник ему нужен, и работник сдаст тест и выйдет. Андрей Бабришов также акцентировал внимание на том, что на режим самоизоляции больничный лист не оформляется и прекращается самоизоляция сдачи теста. А вот в режиме карантина в случае контакта с заболевшим человек будет находиться под наблюдением все 14 дней, вне зависимости от результата ПЦР-теста. Детям же до 5 лет прохождение теста не обязательно, но только в том случае, если его родители здоровы и ребенок не посещает дошкольные учреждения, так как наличие справки об отсутствии заболевания является допуском в образовательные учреждения. На данный момент, даже по приезду в округ, для того, чтобы выйти из самоизоляции, должен быть тест. Нужен ли он для детей до 3 лет, если у родителей есть тест приориенциативный, я думаю, что не нужен. При посещении вызывательных учреждений, да, нужно взять. Вместе с вновь заразившимися жителями региона прибавляется и количество уже переболевших COVID-19. Так нужна ли маска людям с антителами? Да, даже в этом случае масочный режим распространяется на всех без исключения на основании постановления 12ПГ. Что же касается тех, кто работает с больными коронавирусной инфекцией, то главный врач Ненецкой окружной больницы заверил, что медики полностью оснащены необходимыми средствами. Что касается обеспеченности, то средствами индивидуальной защиты утверждение обеспечено, в том числе для, как сказали, работы в красной зоне, это специализированная форма одежды, защитные костюмы, защитные маски, очки, защитные респираторы, естественные перчатки. До платы за работу с больными коронавирусной инфекцией получают сотрудники медучреждений, непосредственно взаимодействующие с пациентом, у которого подтвержден диагноз COVID-19 или с его биологическим материалом. Также стоит отметить, что с 15 октября участковая больница в селе Великовисочное и взрослая поликлиника города Нарьинмара открыты только для приема с острым состоянием. Все плановые приемы, в том числе к узким специалистам, приостановлены. Не ведутся и медицинские, профильные осмотры и диспансеризация. Напомним, в случае плохого самочувствия, сопровождаемым симптомами ОРВИ, человек должен сообщить об этом участковому врачу по телефону. Личный визит в поликлинику в этом случае запрещен.